Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом приготовления рулета из индейки с начинкой из сыра и трав. Для начала филе индейки мы развернем в пласт. Сейчас покажу как мы это сделаем. Добро пожаловать на мой канал! Для начинки мне потребуется зелень, петрушки и укропа, сыр и зубчики чеснока. В миске я соединю 2 столовых ложки оливкового масла с 1 чайной ложкой зернистой горчицы. Перемешаю и хорошо смесь посолю. Полученной масляно-горчичной смесью натру нашу индейку. Предварительно отбитое мясо индейки с помощью вот такого приспособления я смазала подготовленной смесью из оливкового масла и зернистой горчицы. Оставим мясо минут на 15 замариноваться. Зелень порубим. Сыр натрем на крупной терке. Добавим к сыру, натертой на мелкой терке, чеснок. Затем по всей поверхности мяса выкладываем тертый сыр с чесноком. Сверху посыпаем рубленной зеленью. Оставим лишь край, буквально несколько, 5 примерно сантиметров, без сыра и без зелени. И теперь нам осталось нашу индейку свернуть в тугой рулет. И вот такой рулет у меня получился после сворачивания. Готовить я буду рулет в пакете для запекания в рукаве. Перекладываю его в рукав, завязываю с двух сторон. Выкладываю на противень, желательно, чтобы шов был внизу, чтобы рулет не развернулся. Таким образом можно избежать использования кулинарной нити, скалывания зубочистками и прочими средствами, если шов внизу, рулет не развернется. Прокалываю пакет сверху в нескольких местах тонким ножом и отправляю наш рулет в разогретую до 200 градусов духовку. Минут через 50 от начала запекания пакет нужно вскрыть. Для того, чтобы наш рулет из индейки зарумянился. Рулет готов. Вы видите, что он подрумянился сверху. Переложу его на тарелку, разрежу и вернусь к вам. Рулет из индейки с сыром и травами готов. Нарезаем его на порционные куски и можем подавать к столу. Благодарю вас за внимание. Желаю приятного аппетита. А с вами мы увидимся на моем канале очень-очень скоро. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok